Добрый день, уважаемые коллеги, это обзоры головокомпании TechMilus и меня Артур Диадурин. Глава Федерального резервного банка Central U.S. Джеймс Буэрд, похоже, решил покончить с плетущимся за рыночными ожиданиями ФРС, заявив на выходных, что безработица может в США подскочить до 30% во втором квартале, так как продолжающееся наступление коронавируса требует от властей усиливать губительные для экономики ограничения. Буэрд, несомненно, произошел, даже коллег-пессимистов с финансовой индустрией в плане мрачности прогнозов заявив, что внутренний валовый продукт может снизиться в половину от второго квартала до 2019 года. Самым важным моментом из текущей риторики чиновников и банкиров является подчеркивание важности фискального стимулирования, т.е. роста государственных расходов во поддержке экономики. При этом беспомощность монетарной политики, точнее исчерпание действенности ее инструментов, она прокрывается таким нейтральным словосочетанием, как координация фискальной и монетарной политики. По сути, это значит увеличение роли фискальной политики, где монетарная политика уже выполняет комплементарную второстепенную роль. Бурт призвал восполнить подсерии провал доходов у домохозяйств, потенциальный провал из-за карантина, из-за замедления экономической активности также посредством громадных фискальных стимулов, громадного фискального пакета на 2,5 трлн долларов. Одно из неприятных и пока остающихся неочевидных последствий таких мер – это ускорение потребительской инфляции, которая пока что почему-то мейнстрим-экспертами и экономистами остается без внимания этой проблемой. Сложно представить, что она кажется самым слабым звеном во всей этой схеме безлимитных стимулов, учитывая нечувствительность к годам, к целой декаде интенсивных монетарных стимулов. Но сейчас ситуация выглядит иначе. Монетарная политика вследствие истощения инструментов уступает, как я уже сказал, место фискальным стимулам. При этом фискальное стимулирование, фискальная политика более склонна разгонять инфляцию. Волна национальных карантинов, которая сейчас по всему миру прокатывается, она приводит к достаточно редкому и устойчивому шоку предложения. Почему редкому? Потому что большинство предыдущих инфляций, они начинали с какого-нибудь шока предложения в основном. Вмешательство государства в нынешней ситуации в виде фискального стимулирования должно иметь очень интересный такой эффект. Денежная масса вследствие фискального стимулирования, вследствие увеличения государственных расходов, денежная масса на руках населения вырастет, но не из-за того она вырастет, что они поучаствовали в производстве большого количества товаров и услуг, а вырастет из-за того, чтобы старство просто выделило им эти деньги, например, через снижение налогов, что увеличивает располагаемые доходы населения. То есть, другими словами, связь между ростом располагаемого доходов населения и спросом на рабочую силу, и даже предложением рабочей силы, эта характерная связь для рынка будет утрачена. Именно увеличение спроса фирм на рабочую силу, будем так говорить, затем ведет к увеличению доходов населения, которое затем увеличивает их спрос на товар и услуги. Сейчас эта связь теряется как раз таки из-за карантина, из-за того, что люди просто не могут выходить на работу, но при этом их доход, их возможность потреблять, она увеличится за счет того, что вмешается государство. То есть, образуется вот такой разрыв, такой вот нерыночный фактор, который вот разрывает эту связь между двумя этими важными явлениями экономическими, и из-за того, что эта характерная связь утрачивается, то весьма вероятно, что следствием все это будет массивное увеличение инфляции за счет того, что просто спрос будет перевешивать предложение. И такой же точки зрения придерживаются экономисты Deutsche Bank, вот они недавно выпустили небольшую аналитику по этому вопросу. Здесь видно, что вот голубая линия, так как раз таки кривая предложения, она стала вертикальной, то есть она не чувствительна по сути к тому растут цены или нет, потому что вот видно, что при увеличении цены у нас остается одно и то же предложение, по сути это эффект карантина, да, то что фирмы не могут просто взять и нарастить предложение, потому что люди не выходят на работу, хоть какие бы цены там не были, хоть как бы цена не повышалась, увеличение предложения не происходит. Это эффект карантина. Здесь показано на первом, на графике слева, что перемещение этой кривой, кривой спроса сюда вниз, это означает снижение спроса населения, но следствие замедления экономической активности. Вот здесь на втором графике, когда вмешивается государство в виде фискального стимулирования, эта кривая спроса сдвигается вверх, что приводит к усилению инфляции того, что у нас кривая предложение вертикальное, вот здесь у нас будет пересечение этих кривых, вот здесь, да, и вот здесь, и это пересечение кривых, оно как раз таки характеризуется более высоким уровнем цен. Сейчас же вот на этом графике то, что характеризует нынешнюю позицию экономическую, нынешнюю ситуацию, она слегка, будем так говорить, дефляционная, да, потому что при сдвиге этой кривой спроса вниз, и при перемещении кривой продолжения, ставящейся вертикальной, пересечение данных кривых будет в этой точке, и это как раз таки характеризуется меньшей инфляцией, то есть замедлением темпов роста цен, более низкой инфляцией, что как раз таки изображено на этом графике. Здесь еще раз вот повторюсь, при вмешательстве государства и это кривая спроса у нас сдвигается вверх, что вызывает инфляцию. И естественно возникает вопрос, почему это вот не произошло раньше во время кредитной экспансии после кризиса 2008 года, когда все предсказывали инфляцию. На мой взгляд, объяснение может заключаться в следующем. фискальная поддержка, фискальное стимулирование влечет обычно непосредственное увеличение располагаемого дохода, так как население непосредственно чувствует, когда правительство государство снизило налог и увеличило трансфер, то у них конкретно увеличивается их располагаемый доход, который они сразу могут начать тратить, если конечно там какого-нибудь мотив предосторожности или какая-нибудь чрезвычайно сложная экономическая остановка заставила резко повысить их мотивацию сберегать. Если такого не происходит, они как бы этот более повышенный доход, увеличенный доход начинают просто тратить. Вот. В то же время, если мы говорим об эффекте низкой процентной ставки, она лишь может увеличить спрос на заимствование, а затем это должно привести к росту потребительских расходов. Я подчеркну, что это лишь может произойти, в отличие от того, что это непосредственно происходит при фискальном стимулировании. При монетарном стимулировании это может произойти, но необязательно это произойдет, например, если у населения низкие инфляционные ожидания, если ставка и так уже находится на низком уровне и тогда ее стимулирующий эффект в плане увеличения спроса на кредиты со стороны населения падает. И другие тоже факторы играют в этом роли. То есть это отличие монетарного и фискального стимулирования то, что при вмешательстве государства, при увеличении фискального стимулирования эта кривая спроса, она, скорее всего, сдвинется сильнее и это будет более явным. В данном случае сейчас при сдвиге этой кривой можно действительно ожидать, что это будет иметь инфляционный эффект. Но контраргументом к этому можно привести, например, дефляцию на рынке ресурсов. Соответственно, если ресурсы стоят дешевле, то фирмы, которые используют эти ресурсы в производстве, для них тоже сокращается постоянность производства. Это оказывает антиинфляционный эффект. То есть инфляция не может расти из-за сокращения расходов на ресурс. То есть дефляция на ресурсы приводит к такому антиинфляционному эффекту. Во-вторых, из-за сложной экономической обстановки население попросту может пожелать начать сберегать те деньги, которые он выделил государственный, через снижение налогов. Из-за этого инфляция также может не произойти, как раз таки из-за того, что потребление не вырастет, потому что люди начнут больше сберегать. Третье объяснение, почему инфляция от фискального стимулирования не получит такого эффекта. Это потому что все деньги, которые выделит государство в виде фискального стимулирования, которые будут доступны людям для увеличения расходов, они будут расходоваться, на покупку товаров первой необходимости, на покупку тех товаров, которые сейчас нужно запастись. А цены на эти товары обычно растут медленно, быстро растут цены, хорошо реагируют на изменение потребления именно те цены, которые не являются в покупке первой необходимости. Поэтому, если все средства дополнительно будут направлены на покупки первой необходимости, тоже можно будет ожидать, что инфляция не оправится. Но, в целом, сейчас вот существует такой риск, который мы сегодня с вами рассмотрели, то, что инфляция от фискального стимулирования, если законопроект в США пройдет, если расходы начнут увеличиваться, то можно ожидать вот такой неожиданный эффект в виде усиления, ускорения инфляции. И, естественно, нет сомнений, что лучшим инструментом, нет лучшего способа хаджировать такой исход, как покупки золота, которое как раз-таки является некоторым защитным активом и защищает от инфляции фиатных валют. Ассорный доллар. Вот. На сегодня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.